Уже второй год компания Уфанет совместно с администрацией города Оренбурга дарит школьникам нашего города грандиозный праздник – весенний бал. В этом году в нем принимает участие более двух тысяч школьников. Сейчас ребята только собираются, и чтобы они не скучали, для них организовано несколько площадок. В этом году творческие коллективы распределились по трём сценам – одна танцевальная и две музыкальных. А чтобы праздник сохранился не только в памяти, на одной из площадок работали фотографы известной в городе фотостудии «Геометрия». В общем, перед началом самого яркого действа школьникам было просто некогда скучать. В этот день всё было только для них, а ведь буквально два года назад всё было совершенно иначе. Эта идея появилась два года назад, она появилась в Уфе. Её придумал генеральный директор компании «Уфанет» Бахтияр Апаскандар Махмудович. И идея очень простая – это собрать всех выпускников вместе и создать традицию празднования последнего звонка. Потому что два года назад этой традиции, по сути, не было. Каждый класс, каждая школа делала свой последний звонок, делали это по отдельности, вместе никто не собирался. В Оренбурге эта традиция появилась в прошлом году. Мы успешно сделали праздник в прошлом году. У нас порядка полутора тысяч выпускников было на празднике, которые собрались все вместе, танцевали замечательные танцы. И вот в этом году мы видим то, что масштабы растут, выпускников становится ещё больше. И, кроме того, в этом году танцуют все директоры школ, все руководители управления образования. И я думаю, что этот праздник будет ещё круче, чем в прошлом году. Когда праздник только начинался, он был только в одном городе, правильно? Да, первый год мы делали только в городе Уфа этот праздник. Но уже на второй год этот праздник мы делали в восьми городах. Дальше масштабы растут. Девять, тринадцать городов. Я думаю, что в следующем году ещё больше городов нас будет поддерживать. Ксюша, расскажи, вот почему компания «Фанатики» решила делать такой праздник для ребят? Ведь могли отмечать его так же, как и раньше это делали? Ну, раньше была традиция отмечать. Сейчас как таковой традиции, на мой взгляд, нету. А как раз-таки наш праздник, он помогает всех ребят объединить в один день, в одно и то же место. Возродить эту традицию фарточков, белых рубашек. И мы всё это делаем под эгидой танцев. Танцы – это прекрасно, это раскрепощает людей, детей, всех. Все, кто умеет танцевать, все кайфуют. Вот, и, собственно говоря, наши выпускники сейчас все умеют танцевать. Мы им очень сильно гордимся. И мы делаем этот проект для того, чтобы объединить детей по имени чего-то красивого, правильного, ну, правильных чувств, правильных жизненных ценностей. Вот так вот. Вот в подготовке праздника участвуют абсолютно все сотрудники компании «Уфанат». В этом тоже есть какой-то смысл? Конечно. Как говорится, можно учить жизнь, а можно показывать и жить сам. Самому-то по такому же принципу. Собственно говоря, хочешь изменить мир – начни с себя. И это принцип нашей компании, наших сотрудников. Если мы хотим делать крутые праздники, вдохновлять выпускников или кого-то вообще, в принципе, что-то, менять в своей жизни, мы должны быть примером для них. Любой сотрудник компании «Уфанат» – это пример того, как нужно начинать с себя. Вот в прошлом году был первый раз, в этом уже второй. Вот как-то ты думаешь, прогресс есть? Прогресс однозначно есть. Во-первых, участвуют в два раза больше ребят. Во-вторых, участвуют у нас кадеты. Это первый выпуск президентского училища, который есть в Оренбурге. Это очень классно. Такие ребята замечательные. Плюс директора школ. Они тоже подают пример. И в этом году умеют и танцевать, и идут в колоннах вместе с ребятами. И танцуют также все танцы. Это очень круто и очень колоссальный труд проделали руководители именно службы образования. И все директора большие-большие молодцы. К празднику ребята готовились в февраля. А помогали им в этом сотрудники компании Уфанет под руководством хореографа Графовой Веры. Вместе они разучивали танцы, готовились к самому ответственному моменту, чтобы появиться перед оренбуржцами во всей красе. В этом году у нас много новых сотрудников. Собственно, все репетиции начинались с того, что мы готовили новых сотрудников, учили с ними заново все танцы. Тем, кто уже умел танцевать, было достаточно просто вспомнить старые танцы. И выучить новый танец, он не такой сложный. То есть много времени не заняло. В этом году для выпускников подготовили огромное количество сюрпризов. Одним из них станет флэш-дэнс. Что это такое, вы узнаете позже. Главное, когда услышите мелодию «Крылатые качели», бегите к фонтану. А как вам вообще сама идея праздника? Шикарная, просто спасибо вам большое, огромное. Тут просто столько народу. Омоции, короче, вообще, да. Честно, это вообще прям, мне до сих пор мандраж. Готовиться понравилось? Да, честно, вообще. Очень жарко, ну один минус. А вообще тут очень здорово. Ваше время, вот последний звонок, он был таким же? Нет, более скромный, дикий. Ну, сейчас намного более красивее, все ярче, веселее. Ну и, как я смотрю, наша форма возвращается. Весь праздник, как и в прошлом году, проходил на площади Гагарина. Выпускники в торжественном полонезе двигались из национальной деревни и со стороны проспекта Гагарина. Вдоль парка собралось огромное количество зрителей, которые наблюдали за шествием. Среди них друзья, выпускников, родственники и знакомые, да и обычные прохожие, завороженные действия. Среди зрителей не было разве что директоров школ. В этом году они присоединились к своим воспитанникам. Но и это еще не все. К выпускникам школ, лицеев и гимназий города Оренбурга присоединились выпускники президентского кадетского училища. И бал стал выглядеть совсем по-другому. Сегодня для президентских кадет на самом деле очень замечательный праздник. Нашей еще молодой истории четырехлетней. Нас первый, последний звонок. И поэтому мы благодарны компанию «Фанэн», которая пригласила нас. И наши мальчишки сегодня в полном составе. 74 выпускника. Вместе со всеми выпускниками города. Для них это очень большой праздник. Я думаю, что то, что задумали, вот такое объединяющее, сильное. И сейчас спрашиваю настроение наших кадетов. Они говорят, что это просто здорово. Да, у нас было очередное совещание директоров. Он сказал, девочки, давайте-ка мы с мальчиками тоже с вами выйдем. Но знаете, как бы цель не столько при заставе директоров танцевать. Нет. Дело в том, что мне кажется почему-то, что выпускникам очень приятно, что они идут во главе с директором школы. Кстати, директора школы. Теперь выдвинули им предложение. И классных руководителей включить на следующий год в танец. Посмотрим. Я говорю, ребят, я же не могу указывать вашим классным руководителям. Вас я могу тут немножко поднапрячь. А классные руководители решайте сами. Ну вообще здорово, знаете, все время же выискиваешь время на репетиции. И потом, ну вот думаешь, а когда только начинаются танцы, прям такое удовольствие получаешь. С каждой минуты выпускников на площади становится все больше. Первым делом они, конечно же, спешат к колее выпускников, чтобы посмотреть на свои фотографии, полюбоваться на своих одноклассников. Давайте, кстати, узнаем, кем же хотят стать будущие студенты. Я планирую в дальнейшем стать экономистом, поступить в аграрный институт и учиться на заочной форме. Кем хотите стать в дальнейшем планируем? Врачом. Почему такая профессия? Семейная. Все врачи в семье были. А какую специализацию выберешь? Врач-генетик, думаю. Какие вопросы обсуждаете сейчас? Ребята мне подарили подарок, я сейчас вам его покажу. Очень приятно, очень тронут. Мне вообще такие приятные вещи давно не дарили. Вот, теперь у меня будет стоять на самом видном месте. Вот, ребята молодцы, открывают колонну. Ребята, расскажите, как вам понравилось готовиться? Руководитель у вас такой замечательный? Конечно. Да у нас самый лучший куратор. Самый лучший руководитель у нас. Вообще. Все очень нравится. Наконец-то мы столько ждали. И вот сегодня, да. Как, сложно было готовиться? Нет. Нет, сложно проходить на репетиции, потому что все занятые. У всех подготовка к экзаменам. И не всегда успевали. И работа еще. Но не пожалели? Нет, не пожалели. Музыка. 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 Длина колонн разная и составляет от 30 до 80 метров. В среднем колонна состоит из 60 рядов. В каждом ряду по 4 пары школьников. Это большой и важный праздник для всех и для выпускников, и для горожан, и для их родителей. И как не принять участие в таком празднике? Как сама идея вот так сплотить выпускников, чтобы они все вместе на одной площади танцевали? Это замечательная идея не только ради сплочения, но и ради того, чтобы они на этом позитиве закончили этот день, который, как мы знаем, зачастую заканчивается где-то в фонтане, где-то с алкоголем. И вот это начало такого замечательного дня, возможно, многих из них оградит от того, чтобы они закончили его как-то, как мы привыкли его заканчивать, и закончили как-то позитивно, весело, радостно, так, как они должны войти в новую взрослую жизнь. Как мы уже сказали, четыре колонны, длина каждой от 30 до 80 метров, двинулись к центру парка в ритме Полонез. В каждой колонне будущие юристы, экономисты, врачи и даже военные. Это, кстати, самые популярные профессии, которые выбрали выпускники 2014 года. Определили мы это благодаря аллее выпускников, которая в этом году в длину составила около 100 метров. Помогла она и определить самые популярные имена. Среди выпускниц города Оренбурга это Анастасия, Екатерина, Юлия, Анна и Виктория. Среди выпускников Александр, Дмитрий, Никита, Алексей и Сергей. Кстати, год назад эти же имена занимали лидирующие позиции. В центре парка Гагарина стройные колонны выпускников образовали круги. Но прежде чем на всю площадь зазвучал вальс, первые лица города поздравили ребят с переходом в новый этап жизни. Сложный, неизвестный, но столь важный для каждого человека. Здравствуйте, товарищи выпускники. Друзья мои, я жалею лишь о том, что вы не видите всю красоту, которая сейчас передо мной. Для вас закончился самый легкий этап жизненного пути. Или почти закончился, еще надо сдать экзамен. А впереди, впереди целая жизнь. Я хочу, чтобы все ваши желания, все ваши идеи осуществились. Я хочу, чтобы каждый из вас дойдет сражение то, к чему он стремится, чего он желает и хочет. Я искренне хочу, чтобы родители вами гордились всегда. Не только сейчас, но и потом в вашей жизни. Ведь это, поверьте, друзья, для них гордость. Гордость вы. И я искренне хочу, чтобы среди вас, ну, хотя бы пяток наших гагаринах новых нашлись, которые бы прославили город Оренбург, столицу нашего большого Оренбургского края. Друзья мои, с праздником, удачи! Да здравствует наш город Оренбург! Оренбург, город Оренбург, лучший город, да? Да! Упанет лучшая компания? Да! Ну, она же все делала для вас. Конечно, вместе с нами. Вдохновленные пожеланиями и горячими речами первых лиц города и области, все выпускники, кажется, перестали волноваться. По площади разлилась дружеская атмосфера. Праздник смог сплотить две тысячи выпускников. Они стали словно большая семья. В общем, нет лучшего момента, чтобы станцевать в сертаке – танец дружбы. Танец сертаки стал самым любимым танцем у ребят, если верить опросу в группе проекта «Весенний бал» ВКонтакте. Наверное, причина в том, что он простой, веселый, и станцевать его могли без труда не только подготовленные выпускники, но и зрители праздника. Но есть еще один танец, который не оставил равнодушным ни одного выпускника. Это французский бранль. Конечно, немножко грустные чувства, но, с одной стороны, жизнь, она не заканчивается. Она, ну, наоборот, даже только начинается. Какие планы? Кем хочешь ставить? Я хочу стать инженером. Планы – хорошо сдать экзамены. Ну, и пока что все. Вы знаете, каждый год выпускаешь, и каждый год думаешь, ну, так жалко, потому что такие хорошие, вот десятые не такие. А в одиннадцатом и так же к ним относишься, потому что настолько привыкаешь, и действительно вместе, наверное, с ними, вот, отдаешь частицу своего сердца. Это очень захватывающе, и это, ну, в следующем году надо обязательно продолжить эту инициативу. На всю жизнь все-таки вот этот праздник нам запомнится, и из-за этого нам надо вот это все участвовать везде и во всем. Поэтому нам все очень нравится. А с девчонками успели на репетициях познакомиться? Конечно, как бы не без этого. Но, как ни крути, последний звонок – это прощание со школой. С продолжительным и очень важным периодом в жизни. Именно школа формирует мир восприятия человека, закладывает основу знаний. Именно там появляются лучшие друзья на всю жизнь. И, конечно, неотъемлемой частью последнего звонка является школьный вальс. Его танцевали наши родители, танцевали мы, и вот пришло время выпускников 2014 года. И им, несомненно, повезло больше всех. Их праздник стал праздником для всего города. Их красота, сияющая улыбка, блеск в глазах – все это видят оренбуржцы и, наверное, немного завидуют. А как прекрасен вальс высоты птичьего полета. 2000 выпускников образовали ажурные круги, украсившие всю площадь Гагарина. О, и вообще бал просто великолепный оформление. Сами ребята такие веселые, все задорные. Очень нравится. Ну, это, скажем, трогательный больше момент. Очень трогательный. Слезы прямо наворачиваются в глаза. Спасибо огромное. Все понравилось, очень хорошо. Молодцы, что нам все организовали. Как вам танцы? Танцы все прекрасно. Молодцы, все организовано, все выступают. Молодцы очень. Все. Я хотела бы, конечно, сказать большое спасибо компанию Фанет, потому что это не только большой праздник для нас, это еще и возможность научиться танцевать. Особенно вальс. Это действительно здорово. Спасибо вам. Всегда линейки школьные проходят достаточно быстро. А вы не только растянули нам этот праздник, но еще и поучаствовали в этом. Спасибо вам за такую заботу. Сам Тагис нравится. Как настроение детей нравится. Такие они красивые, счастливые. Как вам идея, чтобы все вместе ребята собирались на ту площадь и танцевали? Замечательная идея. Я причем и в том году была. Ой, мы тут за вами наблюдаем и скажем, что тяжело вальс танцевать? Я вот внучке еще была вот такая, говорю, доча учись танцевать вальс. Она ходила у нас в козовик танцам обучаться. Какой дед? Сейчас ни то вальс не танцует. Вот сейчас у нас в основном. Я танцую по старинке, а она как-то по-новому. Вот сейчас у нас нестыковка. Это настоящий бал, а значит должны быть настоящие король и королева. И весенний бал не исключение. На протяжении месяца компания Уфанет проводила конкурс, чтобы определить достойных. В конкурсе мог принять участие любой выпускник, загрузив свою фотографию в группу проектов социальной сети ВКонтакте. За конкурсантов голосовали их друзья и знакомые, и именно они определили короля и королеву бала. Ну и как эмоции быть среди двух с половиной тысяч выпускников единственными королем и королевой бала? Ну вообще это на самом деле большая честь. И хочется еще раз сказать спасибо всем, кто голосовал. Король и королева в центре внимания гости праздника с улыбками на лице и со слезами на глазах. Последний звонок они точно никогда не забудут. Как и школьные годы с уроками, строгими учителями, шумными переменами и волнительными контрольными работами. Но подошло время подвести черту и переступить в новый этап жизни. Последний, действительно последний школьный звонок прозвенел для всех выпускников города Оренбурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok